всем привет сегодня еще раз поговорим о монги из синей коробки и как ей можно работать как уже известно а может быть вам это неизвестно это не совсем скажем так простая в работе масляная пастель и она она не то чтобы некачественно она такая какая она есть то есть она можно звать непрофессионально но работать то и можно в общем то рисовать в данный момент я рисую на крафте это обычный крафт палацу самой обыкновенной и как минимум мы можем перед тем как в цвете исполнять с одним мелком брать именно рисовать ею прямом смысле этого слова то есть рисовать как карандашом то есть где нужно тем поплотнее поплотнее нанесли где полегче допустим на полупрозрачную эти не полупрозрачную ногтей но такую как бы неукровистую чуть растянули у нас образуется тень такого плана и это тоже интересный момент ну как возможность опция такая да то есть она существует ее нельзя игнорировать то есть фактически можно работать так в общем-то но наверное любым цветом но более-менее темным чтобы все-таки он какой-то светлым не получится конечно более темным можно и вот таким образом можно брать любые объекты любые какие-то понятные или непонятные для вас элементы образы объекты которые хотелось бы изучить разобрать и вот тут в принципе можно и поиспользовать эту масляную пастель если она вас есть но если допустим есть возможность не покупать эту пастель то лучше не покупать и как бы и не мучиться тем не менее если вы купили или допустим может быть у вас вообще другой нету и вообще ничего нет да чё что то на самом деле развиваться с позиции как и рисовальщик и вообще как художник живописец вот этой пастелью тоже можно вот что самое интересное сложно да это сложно это может быть не всегда так быстро и легко как хотелось бы но можно и вот получается есть рисунок то есть если вы этой пастелью сначала выполните рисунок то потом все дальше будет значительно проще и у нас как минимум есть области общей тени и общего света то есть мы их рассматриваем но у меня сейчас данная секунда лежат бананы на столе то есть они настоящие они лежат на столе на два других вот и я просто смотрю на них и еще общую тень и общей света и как бы на это ориентируйтесь в тени у меня по-любому будет очень тонко там не будет ярких цветов ну начнем с того что это поставить в принципе она не яркая да а что это значит это значит что самые яркие ну вот тут максимум яркости цвета который мы можем дать этой пастелью то мы должны оставлять это на самые соответственно яркие зоны как бы прямо не тронут оставлять но вот это вот это место будет скорее освещено может быть где-то здесь а зоны теней или второстепенные некие зоны по смыслам обстоятельствам яркими не делаем тогда получается вот эти относительно чистые зоны которые будут яркими они такими будут казаться именно яркими все остальное в таких средних легких приглушенных тонах и вот и получается крафт у нас он такой сам по себе коричневенький да уже как бы на старте приглушенный что называется и если брать масляную поставь немножко где-то растирать там вот так то можно организовывать определенную среду без особых усилий то есть но следить за некой за некой родственностью цветов наверно каким-то колорит а не думать допустим сразу что там банан желтый он сейчас разноцветной сейчас и вот мы все это разноцветным сделаем что тоже в общем то возможно но вот в таком уже в точнее вот в таком подходе скорее всего все еще будет легче вот скажем так и теперь я могу слегка как минимум выделить примеру зону света пока слегка почему потому что слегка имеется виду слой не толстым нашу ну потому что нужно если будет потолще то я повторить смогу а пока вот так нанесу потому что я не совсем уверен про цвета так ли это но даже вот грубо говоря если я буду работать всеми всего двумя или тремя мелками это тоже будет рисунок но только допустим здесь там не зелененький сделала желтенький примеру то есть это тоже скетчик тоже зарисовочка некая это все еще идет вашу копилочку развития и это тоже может быть очень даже интересно просто сесть и в таком спокойном режиме порисовать то есть таких простых рисунках как раз то простых значительно лучше порой концентрируешься сосредотачиваешься изучаешь что-то и научаешься чему-то или понимаешь о чем-то нежели когда наоборот материалы такие мощные сразу могут дать что-то такой вот хороший внятный след и цвета красивые все такое прямо свои мощности немного могут наоборот как бы даже мешать как как это ни странно то есть и вот если так подходить к этому вопросу то это постель даже полезно может быть именно своей вот это отсутствием такие возможности что мы знаем что она не может чего там укрывать сильно и и не стараемся то можем спокойно взять и поработать порисовать но мы знаем опционально что эта штука тоже в общем то растирается немножко и тоже может создавать некие эффекты а так как мы еще знаем что яркость у нас на старте ну в принципе опять же функционально ограничена то мы не стараемся некоторые зоны делать сразу очень ярко чтобы яркие зоны были яркие там где нам нужно и это масляная пастель она же тоненькая ну так слой у нее не внятники и что давить не надо нужно именно слегка натирать раз приколировали еще хвостик этому банану здесь немножко признаки цвета я ввожу мне не нужно здесь очень яркий зеленый признаки немножечко подкрасил и хорошо далее это совершенно не обязательно внимание подчеркиваю это не обязательно но есть такая опять же возможность брать как минимум но я говорю черный карандаш подразумевая любой цвет вы можете карандашами съесть что-то где-то порисовать этот карандаш кохинор джаконда силки black он не рисует по масляной пастели вообще карандашей рисующих по масляной пастели я не знаю они как бы приколировать могут немножко свет цвет но на самом деле просто слои тонкие вот здесь слои тонкие и карандаш оставляет свой след потому что он прямом смысле слова цепляется этот пигментик за основу за бумагу непосредственно в данной ситуации это крафт то есть можно использовать и карандаш если нужно плотнее это сделать или еще или разобраться с деталью просто карандаш как инструмент может быть более удобный более предпочтительный даже дело не в этом он просто нормально может сочетаться в этом процессе рисованием потому что стоит разобраться с какой-то формы потом опять же каким-то мазком значит смелым уверенным какими-то такими возможно не сразу приходящие на ум решения они и позволяют проявить себя потому что форма разобрана то есть такие условно назовем их сложные материалы учат нет никакой скромности я бы сказал это сдержанности спокойствию что они говорят что ты повозись с нами увидеть нас услышь нас и что-то получится обязательно получится что не нужно действовать с наскока с нахрапа какого-то там жирно сейчас сделаю и все будет хорошо и по желанию можно всегда дозировано внести какие-то уже назовем это живописные такие решения то есть там где-то цвет какой-то может быть там при том что мазок при этом может быть выходить за какие-то рамки что-то создавать вообще новые там атмосфера это нормально это не страшно совершенно если там что-то будет как-то с позиции математиков не математически понимаете да без проблем в любом случае вы же увидите этот цвет вы же ощутите что-то это уже что-то будет ваша всегда ваша то есть обращаю еще раз внимание на любой стадии можно было остановиться и получить от этого никакую пользу если вообще контекст совместен такой что мы стремимся всю дорогу где-то что-то получать поэтому друзья больше рисуем тем что есть здесь позывы к творчеству рису если позывов этих творчеству нет то и не надо себя мучить как бы так вот я это вижу но если вы находитесь на этом канале то как минимум у вас необходимость творчестве есть то есть мы можем это установить да а если возникает такая необходимость то соответственно мы ищем способы как реализовывать себя через это тут есть разные нас на этом свете материал и в частности вот такая постель которая в общем-то не очень она не очень это факт но если к ней подойти поспокойней то в общем-то свое как бы некий словить свою радость свое погружение и свою пользу от нее можно весьма как раз-то в силу ее сложности вот не сложности а такой вот неуклюжести что не приходится поаккуратнее поаккуратней работать на этом друзья у меня все увидимся в новых видео пишите комментарии творческих вам успехов пока